Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squatboard Shop. Итак, что такое J-Pack? Сразу приходит вот это вот сравнение с J-POP, K-POP, вот эта вот группа BTS, Чингач Гук, японцы поют. Это не про это. J-Pack это сокращение от Jordan Pack. Все-таки кроссовки Nike Dunk первое время были кроссовками для баскетбола. И более того, они очень внешне похожи на кроссовки Air Jordan 1. Соответственно, часто их даже путали между собой. До сих пор иногда, если смотришь какие-то продажи, особенно если продают подделки, то там фотографии данков, и куплю вот эти редкие Джорданы. Или наоборот, фотографии Джорданов, и вау, какие клевые данки. Вот, или эта модель Джорданов называется Dunk. Ну, типа того. Короче, не будем в это все вдаваться. Но, по-любому, компания Nike SB очень, ну, не часто, но иногда выпускает расцветки кроссовок Nike Dunk в расцветках классических первых Джорданов. То же самое и с кроссовками, про которые мы поговорим сегодня. Эти кроссовки также относятся к джейпеку. Кроссовки на основе классической расцветки, или, как сейчас принято говорить, колорвея. Корт Перпл. Вы помните, что не так давно я делал уже обзор, сидя, кстати, в замечательном лоурайдере, олдтаймере, про кроссовки в расцветке Чикаго. Вот этой кроссовке, ну, на мой взгляд, не хуже. Здесь особо, в принципе, говорить нечего. То есть, нет каких-то суперизворощений, супер каких-то дополнительных лямок и прочего, и прочего. Я думаю, отчасти это еще и сделано, потому что это стопроцентная классика. Как первые Джорданы в классических расцветках, это стопроцентная классика, так и кроссовки для скейтбординга, сделанные по их мотивам в классических расцветках, тоже все очень классически, тоже все очень хорошо. Ну, от себя просто скажу, что расцветка действительно удалась. Мне вот все время нравятся вот эти вот моменты, когда различные элементы очень прям между собой так перекликаются, как здесь у нас, да, цвет задней части кроссовка, цвет подошвы, цвет внутренней стороны язычка, пурпурный, и цвет стелек. Я думаю, что вам не видно, но я все равно покажу. Вот он. Опять же, черные есть моменты, это черные шнурки, это черный свуш, черный нос кроссовка, черная надпись Nike SB, черная надпись Nike сзади, и черный маленький элемент вот здесь вот на подошве кроссовка, и плюс еще основной белый момент, который есть у нас и на подошве, который есть у нас и на самих кроссовках, и на носу с перфорацией, и на язычке. Ну, технология Zoom, как обычно у нас, Air Zoom, обычный для классических скейтбордических кроссовок, толстый язычок, обычные такие кроссовки. Как обычно, скорее всего, будет огромный по этому поводу ажиотаж, люди захотят их перепродавать, кто-то будет в них кататься, кто-то будет в них ходить, кто-то поставит себе на полочку. В любом случае, друзья, удачи в розыгрыше этих кроссовок, занимайтесь скейтбордингом, и обязательно заходите в новый магазин Squatboard Shop, который находится на станции метро Марксистская, станции метро Таганская, это две рядом стоящие станции, на улице Большие Каменщики. Очень красивый магазин с великолепным выбором кроссовок. Такого огромного количества кроссовок для скейтбординга я не видел ни на одном другом магазине, находящемся на улице Большие Каменщики. До новых встреч! Скейтбординг из Ноты Краем. Субтитры создавал DimaTorzok